В Беларуси снижается ставка рефинансирования четвертый раз за год. Со 2 мая показатель составит 10%. Это связано с замедлением инфляции в республике до 6%. По прогнозам экспертов, при отсутствии существенных шоков, Нацбанк продолжит уменьшать ключевую ставку, что положительным образом скажется на денежно-кредитной политике в стране. В стране активизируются работы по обновлению дорог. Специалисты отремонтируют почти 2500 километров покрытия. На многих участках запланирована полная замена. Разметку выполняют с помощью современных материалов – холодных и горячих пластиков. В приоритете городские транспортные артерии с наиболее высокой интенсивностью потока. Почти 9 тысяч новых квартир построили в государстве за 3 месяца. Половина для нуждающихся. Всего ключи в 2023-м получат более 6 тысяч многодетных семей. В планах нарастить возведение арендного жилья, крова для военнослужащих и приравненных к ним лиц. В сельской местности введено в эксплуатацию 348 тысяч квадратных метров или 40% объема по стране. В Беларусь пришло похолодание. До конца недели синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Существенно увеличится облачность и влажность. Столбик термометра максимум поднимется до плюс 16. В первых числах мая в характере погоды по-прежнему будет сохраняться весенняя неустойчивость. При этом температура воздуха начнет повышаться. В Бобруйске меняется расписание движения 4-го троллейбуса. Путь следования проспект строителей Шинная, Гагарина, Ульяновская, Шевченко, Крылова, Интернациональная, Советская, Держинского, Пушкина, Карла Маркса, Советская и далее по маршруту. В тестовом режиме будет ходить и пятый троллейбус. Подробности по телефону 71 89 45.